МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Кубань-24 продолжает подборка криминальных новостей и советы, как не попасть в беду. Вы смотрите на стороне закона. Здравствуйте. Кто на дороге хозяин? Самоуправство охранников торгово-развлекательного центра или нетерпеливость краснодарских водителей? Приехал, украл, продал. Алгоритм криминальной жизни на курорте. Безудержное веселье по-краснодарски, нарушение порядка или безобидные танцы на капотах? Краснодарские полицейские проводят проверку по факту видео, которое появилось в социальных сетях. На кадрах охранники и парковщики одного из развлекательных центров Краснодара посчитали, что желтые световозвращающие жилеты делают их персонами, уполномоченными заниматься регулировкой движения. Об этом сообщает автор ролика. По его словам, мужчины с жезлами перекрыли движение и пропускали тех, кто выезжал из парковки торгового центра. Водители транспортных средств и пешеходы должны действовать согласно требованиям светофорных объектов, установленных дорожных знаков и нанесенной дорожной разметки. В регулировку движения на проезжей части могут осуществлять исключительно официальные должностные лица, в частности, сотрудники госавтоинспекции. За нарушение права дорожного движения, создавшая помехи в движении транспортных средств, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере 1 тысячи рублей. Кроме того, автор ролика сообщает, что они взяли на себя функции и карательных органов. Опять же, по заявлению очевидцев, водитель одной из машин, которые были вынуждены ждать, подвергся нападению со стороны все тех же работников развлекательного центра. Как сообщили в полицию, правоохранители выехали на место, опросили свидетелей и сейчас проводят проверку. По ее кончанию действиям сотрудников охраны и парковки торгово-развлекательного центра полицейские смогут дать правовую оценку. Вообще нужно отметить, что минувшие выходные городским правоохранителям дались очень неспокойно. Еще одна из ряда вон выходящая история получила огласку уже в другом паблике. Под покровом ночи молодежь устроила опен-эйры под окнами жилых домов. Дискотека под открытым небом развернулась на проезжей части. Парни и девушки плясали прямо на капотах машин. Со слов свидетелей, уличных танцев, молодые люди перекрыли движения на протяжении от Красной до Красноармейской. И все бы ничего, но вот только жителям многоквартирных домов это не очень понравилось. Все-таки позднее время и громкая музыка не самое лучшее сочетание для воскресной ночи. Десяток искореженных автомобилей это результат массового ДТП, которое произошло в Сочи. Неуправляемый больший груз на высокой скорости мчал от Высокогорной на Тимирязево, сметая все на своем пути. А на маршруте ему попались около 10 машин. К счастью, пустых, без водителей и пассажиров внутри. Остановиться в фуре помогла стена и мусорные баки. По предварительным данным, у длинномера отказали тормоза. Полицейские проводят проверку. Они разбираются в обстоятельствах и причинах этого ДТП. А мой коллега Андрей Кныпо решил разобрать поведение на дорогах водителей Краевого центра. Все выводы в ежедневном отчете. Как в песне Игоря Талькова, «Несвоевременность – вечная драма». Это наглядно продемонстрировал водитель серебристого седана. Он выехал на перекресток, убедился, что его пропускает рулевой в белом внедорожнике, но почему-то не решился сдвинуться с места. Замешкался буквально на минуту, потом одумался и рванул вперед, но там уже во весь опор двигался белый минивэн. Вот так они и встретились на пересечении Ставропольска и Шевченко ранним утром, а несколько часов спустя их трюк повторили два других авто. На сей раз стремительный белый седан не пропустил маневрирующий хэтчбэк. Удар оказался сильным настолько, что обе машины вывалились из прицела большого брата. А на кольце красных партизан и аэродромной все по-старому. Но тут тоже водители оформили дубль. Сначала запутались в радиусах рулевые серо-голубого хэтчбэка и красные маловетражки, а буквально 30 минут спустя то же самое произошло с такси и эвакуатором. Они притерлись как родные, как будто водителям в их кабинах было нестерпимо одиноко. Говорят, чему бывать, того не миновать. И это на собственном опыте проверил водитель скутера. Он чудом миновал столкновение на пересечении Держинского инноваторов серебристым хэтчбэком, лихо объехал препятствия и почти вошел в салон белого седана, который стал для него непреодолимой преградой. К счастью, обошлось без сильных повреждений. Водители спокойно пообщались некоторое время посреди оживленного перекрестка, а потом, видимо, разъехались. Кто больше, тот и прав. Наверное, этим и руководствовался водитель МАНа. Он не постеснялся вытолкать серебристый Мерседес, хотя, как согласятся со мной многие водители, дело это весьма рисковое. Необъяснимо решительно поддал вперед и встретился с проезжавшим мимо седаном. Это произошло на развороте с трамвайной на Мачуге. Водитель либо вовсе не видел оппонента справа, либо переоценил свои возможности. В итоге, судя по всему, двоим шоферов явно было что обсудить между собой. Они рассматривали повреждения, а остальные искусно лавировали в потоке. Как вести себя за рулем, чтобы не стать виновником ДТП и что делать, если авария все-таки произошла, расскажет эксперт программы. Дмитрий Витальевич, очередная задача специально для вас. Будем выяснять, кто последний. Ряд автомобилей ждет зеленого разрешающего сигнала светофора, но кто-то не успел сбросить скорость. И вот такой вот у нас получился паровоз. Что делать, кто виноват, как распределяем ответственность? Ответственность распределяем следующим образом. Для начала нужно понимать, что он довольно сильно не успел сбавить скорость. Чтобы собрать такой так называемый паровозик, нужно нанести серьезный удар по последнему автомобилю. В этой ситуации конкретно у нас будет виновник только одно транспортное средство. Это транспортное средство, которое ехало самым последним и, собственно говоря, создало эту цепную реакцию, по которой транспорт продолжил движение вперед и нанесли друг другу механическое повреждение. То есть водитель этого транспортного средства будет отвечать за причиненный ущерб всем этим автомобилям. Это как-то в совокупности будет? Как это оформляется? Здесь оформляется исключительно сотрудниками ГИБДД. Сотрудники ГИБДД приезжают, зарисовывают на месте все, оформляют, фотографируют, рисуют схему, фиксируют механические повреждения и выдают соответствующие документы всем участникам этого дорожно-транспортного происшествия. Опять нужно понять, это одно ДТП, страховая компания будет возмещать как за одно происшествие вот этому самому водителю. То есть я думаю, что именно в этой ситуации лимит будет существенно превышен страховой выплаты и остальные водители уже, которые... И, собственно говоря, по закону страховая выплата должна будет распределяться в равных долях, исходя из механических повреждений, в отношении каждого собственника поврежденного транспортного средства. Но в остальном, если не будут покрывать ущерб, то, конечно, здесь есть только суд. И, обращаясь в суд, нужно будет взыскивать недополученные средства именно с самого виновника. То есть, помимо всего прочего, нужно обратиться к эксперту и оценить ущерб конкретно своего автомобиля? Совершенно верно. Обратиться в страховую компанию, исходя уже из экспертной оценки, исходя уже из тех средств, которые возместит конкретному участнику ДТП страховая компания, уже принимать решение о необходимости, либо отсутствии такой необходимости об обращении в суд с исковым заявлением на самого виновника. А как часто бывают такие ситуации, допустим, в Краснодаре и в других крупных городах региона? Ну, в Краснодаре не часто такие ситуации будут. Все-таки в краевом центре скорости движения в принципе затруднено, поскольку слишком много транспорта. Разогнаться так, чтобы собрать в гармошку такое количество транспорта нужно достаточно серьезно. Ну, опять-таки, это характерно и для пробок, которые неожиданно случаются на трассах. То есть, допустим, движение идет в достаточно интенсивном режиме, там с приличной скоростью, а потом раз, и спереди кто-то останавливается, и собирается вот такая вот история. Поэтому нужно понимать водителям, которые перещают, что ни в коем случае нельзя неожиданно резко тормозить на дороге с интенсивным, со скоростным движением, нельзя резко останавливаться. Даже вот выставив знак аварийной остановки, думают люди, что все, они что-ли там броню поставили. Но не важно. Во-первых, выставляют в трех метрах от своего автомобиля, хотя по закону там 30 метров и не менее по правилам дорожного движения. Во-вторых, надо понимать, что движение с большой скоростью идет, в любом случае остановиться и избежать столкновения в этой ситуации будет очень сложно. Но опять здесь все зависит от того водителя, который ехал последним. И нужно понимать, что предупредить данные дорожно-транспортного происшествия можно только своей внимательностью, соблюдением скоростного режима и дистанцией до впереди двигающегося транспортного средства, либо наличия любого другого препятствия. Я уже говорю, как о припаркованной автомобиле неожиданно на дороге. Вот такую ситуацию на дороге можно назвать сезонной? Или это всегда бывает? Да это постоянно. Все рано или поздно обязательно находятся водители, которые не контролируют собственную скорость и не контролируют дистанцию. Собственно говоря, они бывают и зимой, и летом, и сезонного. Сезонное, можно сказать, то, что количество дорожно-транспортных происшествий любых увеличивается. Понятно, кратно увеличивается количество транспорта на территории нашего края. Он уже исчисляется миллионами, проезжающие по нашим транспортным артериям. Количество людей, которые двигаются на отдыхе. Естественно, больше людей, больше транспорта, больше происшествий. Спасибо большое за разъяснение и надеюсь, на дорогах станет спокойнее. Пожалуйста. Продолжение следует... Дарьев становится понятно, что камень преткновения, деньги и разгоряченное состояние пассажирок. Как рассказали героини этой истории, они вызвали машину с шашечками, чтобы добраться на улицу Есенина. В пути оказалось, что нужна незапланированная остановка на агрохимической. Водитель новым условием оказался недоволен. Путешествие окончилось где-то между этими двумя улицами. Там, собственно, своего апогея достиг и конфликт. Словесная перепалка, как водится, переросла в драку. Разнимать участников пришлось случайным прохожим. Девушки поспешили залить видео в сеть и рассказать свою версию. А еще отправились в полицию заявить о приключениях. Однако свидетель конфликта добавляет, что пострадавшие были изрядно под градусом. А перед тем, как оттолкнуть нежелавшую расплачиваться пассажирку, водитель получил от нее удар. Разбираться в хитросплетениях этой драмы предстоит городским полицейским. А мы просим вас быть взаимновежливыми, невзирая на состояние. Промышлял разбоем все лето и, наконец, попал за решетку. Сочинские полицейские задержали подозреваемого в нескольких хищениях и разбойном нападении. В дежурную часть курорта поступило несколько заявлений от жителей Сочи. Во всех кражах полицейские обнаружили общий почерк. По итогам рассмотрения дел правоохранители вышли на след ранее неоднократно судимого мужчины. По информации оперативных сотрудников, в Сочи злоумышленник приехал из Ростовской области. Установить личность предполагаемого преступника помогли опрос свидетелей и видео с камер наблюдения. Правонарушитель 27-летний мужчины с криминальным прошлым. Он неоднократно привлекался за нарушение неприкосновенности чужого имущества. При проверке заявлений сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленник проникал в жилище в ночное время суток через незапертое окно, откуда похищал деньги, мобильные телефоны и ноутбуки. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Злоумышленник сознался в содеянном. Полицейским он рассказал, что все похищенное сбывал на местном рынке. С этих денег и жил на курорте. В отношении подозреваемого возбуждены несколько уголовных дел по статьям кража и разбой. Окончание предварительного следствия мужчина ожидает в изоляторе временного содержания. На этом у меня все. Хорошего вам вечера. Проведите его так, чтобы не стать героем нашей криминальной хроники. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова